Всем привет! Меня зовут Юлиана и сегодня мы с вами поговорим о китайской уходовой косметике бренда BioAqua. Я расскажу вам, где я ее закупаю, что из линеек мне нравится, что мне не нравится и чего нужно остерегаться при покупке китайской косметики. Так что, если вам интересно, оставайтесь со мной и мы начинаем! Китайскую косметику, как в принципе и многое из необходимых мне вещей, я закупаю на площадке Taobao, где собраны разные китайские магазины. Косметику конкретно я закупаю в брендированном магазине BioAqua. Почему? Потому что в магазине конкретно есть скидки, разный ассортимент, всегда есть выбор, а в магазинах перекупщиков это и дорого, и выбора иногда нет, и вообще-то не знаешь, стоит ли им доверять или нет. В китайской косметике BioAqua есть набор из уходовых средств, необходимых вам. Из чего обычно состоит набор? Набор состоит прежде всего из умывалки. Но китайская умывалка ни в какое сравнение не идет с корейской. Ни в одной линейке еще умывалка мне не понравилась, поэтому обращать внимание на китайские умывалки я вам не рекомендую. В линейке также есть тоник. Сразу после умывалки я его наношу, и он снимает всю косметику, до которой умывалка не дотянулась. Минуты через 3-4 я наношу молочко. На этом у меня все заканчивается, и перед сном я наношу ночную маску. Кроме ночной маски в наборах также есть дневной крем обязательно, который представлен тряпочными масками. Еще идет эссенция и крем для глаз. Вот крем для глаз это пустая трата денег, тоже не работает он в Китае абсолютно. Может быть его просто надо очень долго пробовать. Как вы уже поняли, среди моих фаворитов линейка хризантема, мексиканская хризантема. И меняю, чередую я ее с линейкой Вандер Блюбери. То есть хризантема, тоник конкретно, он немножко подсушивает кожу, а тоник Блюбери он просто убирает остатки косметики. Но тем не менее на зимнее время этот тоник очень классный. В принципе в каждой линейке очень достойный идет тоник, достойное молочко и крема. Это или дневной крем, или ночная маска. В черничной серии я открыла эссенцию, а в конкретном незабудке мне нравятся вот такие вот маски. Но бывают такие моменты, когда вы приходите домой и хотите расслабиться. Для вечернего ритуала я нашла глиняную масочку с пузырьками. То есть ее лучше наносить лопаточкой быстро-быстро, потому что она при контакте с кожей начинает пузыриться. И в результате там минутки через 2-3 буквально вы обрастаете мхом или такой немножко плесенью пушистой. Но она приятная и так приятно пощипывает на коже. У маски опять-таки накопительный эффект, надо попробовать ее 2-3 раза. У меня эффект был после третьего раза, то есть кожа заметно отбелилась и отдохнула. И вот именно после этой маски я наношу эссенцию. Это тот момент, когда эссенция максимально работает. Но счастье девичьи не было бы таким полным без маски для глаз. Вот такую маску для глаз я для себя открыла. Маска Османус. В тюбике находится 40 таких кругляшков. То есть вы аккуратно их достаете пенцетиком, наносите на глаза. И раз уж мы начали уделять внимание всему лицу, то я для себя распробовала вот такую вот масочку для глаз. Вкажу сразу, первые 2 раза она мне не понравилась. Эффект я почувствовала только на третий раз. Но тем не менее это имеет место быть. Когда вы закупаете косметику на Таобао, обязательно смотрите по ценам. То есть китайцы очень любят ставить разные цены. Не надо брать супер дешевую, ну и супер дорогую смотреть не стоит. Обязательно на любую китайскую косметику есть кнопочка посмотреть у конкурентов. В этой кнопочке я нашла, что китайцы стали подделывать сами себя. Стали штамповать бренд Биоаква. То есть в такой же цветовой гамме они выпускают тюбики с другим названием. Поэтому будьте внимательны. Сам по себе бренд Биоаква бюджетный. Про косметику на этом у меня все. Поддержите меня пальчиками вверх. Подписывайтесь на мой канал. Будут другие интересные видео и другие интересные открытия в китайской косметике. До новых встреч!